Диалоги о спорте Но мы сегодня хотели бы поговорить о становлении Гродинского хоккея и какую роль в этом сыграл губернатор Александр Иосифович Дубко, чье 80-летие отмечается в эти дни. Здравствуйте, Анатолий Михайлович, хотелось с днем рождения вас поздравить, ну и конечно же поговорить о том, как вы помните вот эти моменты, когда еще был прогресс ШВСМ и роль Александра Иосифовича Дубко в становлении этой команды. Спасибо за поздравление. 1988 год, моя спортивная карьера игрока подошла к концу, меня провели из хоккея и предложили должность тренера Минского «Динамо», тренера-селекционера. Проработав полгода, на меня вышел каток Леонид Александрович, он возглавлял здесь команду коллектива физкультуры КСМ, они были чемпионами среди коллективов физкультуры. И человек такой упорный, значит любящий хоккей, решил, что на уровне коллектива физкультуры команда Гродненского КСМ переросла. И вышел с предложением на руководство области, чтобы вот есть такая команда ШВСМ Минск, которая только начала базироваться в Минске на базе Института физкультуры. Она, то есть, не имела ни штатного расписания, ни зарплаты, ну, за питание играла, выступала. Вот предложил эту команду, значит, базировать в городе Гродно и выйти на Александра Ивощева-Дубко, он возглавлял колхозкомбинат вертелишки. Вот, и я как мне позвонил, он, я приехал, мы поехали, еще был Кавацей, зам губернатора, активный пропагандист тоже хоккея. Да, да, вот он очень увлекался и приходил на игры. Мы поехали на встречу Дубко Александру Ивощичу, вот ему такой вариант предложили, ну, то есть, взять команду, только платить зарплату, и чтобы она выступала. Ну, что Александр Ивощич согласился. Так команда стала называться «Прогресс», ШВСМ была такая. В какой лиге выступали? Мы выступали во второй лиге. Второй лиге уже союзная, да? Советского Союза эта команда была во второй лиге. То есть, мы за довольно-таки короткий период времени, значит, заняли первое место во второй лиге, перешли в первую лигу. И в первой лиге мы тоже были на ведущих ролях. Даже был момент, когда мы с Минским «Динамо» выступали в переходном турнире, и мы их обыграли первую игру 4-2. Фактически были в пяти минутах от высшей лиги Советского Союза, да? Наверное, это громко сказать, от высшей лиги. Скорее всего, нет. СССР или Советов, там и прочее, прочее. Ну, нам, скорее всего, нет. Мы туда еще не дотягивали. Но то, что в нашей команде выступали очень много игроков, которые потом, впоследствии, «Динамо» и национальная сборная, такие как Андреевский, Бекбулатов, Шитковский. Файков Юра играл, Щебланов в воротах был. То есть, команда, которая, Романов, Хмыль играли. Вот эти вот все игроки, которые прошли школу «Прогресс-ШВСМ», «Динамо-Минск» и впоследствии национальная сборная. То есть, эта команда, и благодаря Александру Дубко, она была очень необходима и в тот период, когда нужно было. Потому что выпуск детской спортивной школы, хорошие были выпуски, и не все игроки сразу могли попасть в основную команду. А эта команда, которая выступала, игроки росли, двигались. Александр Иванович, как интересовался, собственно, делами команды? Насколько он глубоко вникал или все-таки было на уровне «помогите», «вот, пожалуйста, вам средства» и «работайте». Александр Иванович был очень человек спортивный. Помимо того, что он играл в баскетбол, сам и любил этот вид спорта, он увлекался, наверное, не только баскетболом, хоккеем, футболом, но на все игровые виды спорта посещал. То есть, он приходил, смотрел матч. Пусть даже мы проигрывали, но всегда поддержит, всегда найдет нужные слова, как поддержать, как выйти из какой-то ситуации. Если какая-то нужна помощь, вникнет, подскажет, примет и поможет в этой ситуации. Поэтому здесь его, как человека, как губернатора была такая очень... Но это еще до губернаторства. А вот как стал он, собственно, уже руководителем области, вы были главным тренером. По спортивным вопросам легко ли был доступен губернатор Дубковин? Да. С ним просто было легко и просто. Приходил на игры, здесь болели, обсуждали, приходи завтра с предложением, всегда вопросы выслушивались, шли на встречу и выполняли. При нем и началась прорабатываться идея Ледового дворца, тогда площадки особенно-то и не было в Гродно. Где играть? Как решались эти вопросы? Когда команда была передана в Гродно, мы первую часть сезона играли в Минске, потом нам сказали, извините, но у нас есть свои детишки, свои детско-спортивные школы, команда Гродницкая, ищите, пожалуйста, где-то место другое. Ну, выход нашли в Литве, электрены, тогда еще не было границ. Вот, мы поехали, договорились, нам пошли на встречу. И, знаете, мы, когда там выступали, мы стали своими. Почему своими? Потому что много болельщиков приезжало из Гродно. Там люди как-то проникли, что у них была своя команда, но не такого уровня. То есть мы играли во второй лиге, потом вышли в первую, то есть хорошие команды приезжали. Я до сих пор, как ты приезжаешь в электрены, то есть встречаешь тех людей, которые еще... Тогда болели. Да, болели, да. И очень приятно это вот осознавать и встречаться. Поэтому вот первое, это электрены нас приютил. Но когда произошли там события, когда в Вильнюс там вошли танки, нам пришлось уехать сюда. Да, хотя здесь уже готовилась своя площадка, хотя она была и открытая, то есть были только перекрытия. Привезли для раздевалок деревянные домики, но мы не роптали. То есть мы уже знали, что есть свое пристанище, есть свой лед, есть свои болельщики. При всех неудобствах, но полный вот этот ледовый забивался и команду любили, собственно. Команду любили и тогда, команду, я считаю, любят и в данный момент. У нас валерьщики своеобразные, он приходит, поддерживает, на все игры выезжает с нами. Что касается решения каких-то бытовых вопросов, вот та же роль Александра Дубкова, как любителя спорта, в этой части что-то помогали там? Когда нет своих игроков, да, здесь вот, когда команда была, коллектив физкультуры, много игроков приехало из Уфы. То есть Каток Леонид Александрович имел какую-то возможность, наверное, на советском пространстве сделать армию какую-то, да, вот потому что ребят. Алексей, Саша, Фатиков, Аминов, да, здесь приехали, которые вот они костяк команды составляли. Вот они получили здесь жилье, некоторые остались здесь, Леня Фатиков здесь живет, Саша Алексеев. Конечно, вопросы решались по-другому никак, потому что на голое место никто не приедет. Это правильное было решение, и Александр Иванович всегда помогал и шел навстречу в этом отношении. Возвращаясь назад, можете сказать, что, собственно, он прародитель хоккейного клуба «Неман», который, собственно, и сейчас, и обладатель континентального кубка, и чемпионы Беларуси? Считаю, что его роль, то, что была команда создана именно в городе Гродно, ее из Минска, ее первостепенная роль. И дальнейшее его становление команды, его успехи, как она росла, двигалась, это его заслуга. Хотелось бы еще пару слов добавить, добрых, в адрес Эмму Никифоровны. Эмму Никифоровна, супруга Александра Ивановича, она в бытность, они все время вместе приходили на наши матчи, а в данный момент она является самым, наверное, искренним предыдным болельщиком на всех наших матчах. Что, может быть, с одной стороны удивительно, что вот как бы женщина и мужской вид спорта, а с другой стороны очень приятно и почетно. Почетно, и я думаю, что Эмма Никифоровна, посещая наши матчи, она получает какой-то эмоциональный всплеск, задор, поболеть. А если в атмосфере болельщиков, знаете, это... Дорогого стоит. Конечно. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.